Десять дней зимних каникул нужно провести с пользой. Ребята, которые проводят их в лагерь юнормейц, здесь не только отдыхают, но и участвуют в полезных познавательных мероприятиях. 2 января это встреча с сотрудниками правоохранительных органов и экстренных служб. В эту зимнюю смену в юнормейце отдыхают 115 детей. Играют, рисуют, выжигают, соревнуются, выступают в концертах. И в этой череде развлекательных программ взрослые дяди и тети в погонах предложили им хотя бы на некоторое время настроиться на серьезный лад. Сейчас зима. Это самый опасный, скажем так, период травмирования на дороге. Будьте, пожалуйста, внимательны, дисциплинированы и соблюдайте все правила дорожного движения. Что такое хорошо и что такое плохо в зимнее время на дорогах? Об этом рассказали сотрудники госавтоинспекции Межмуниципального управления МВД России и Щелковской. Нельзя кататься на горках вблизи дороги, если есть угроза вылететь на проезжую часть. Переходя дорогу по зебре, а иначе нельзя, нужно дождаться полной остановки автомобиля. Поскольку тормозной путь зимой в три раза длиннее. Также нужно учитывать дорожные ловушки, сугробы на обочине, засыпанные снегом машины. Инспекторы также напомнили о необходимости зимой одеваться в яркую одежду и обязательно надевать светоотражающие элементы. Беседа получилась совсем неслушной, поскольку многие ребята отлично знают правила безопасности. А на санях можно переезжать в пешеходный переход, чтобы вас перевозили? Нет. На санях переходить можно? Нет. На кайках? Нет. Все верно? Еще нельзя переходить дорогу на красный свет, нельзя носить, когда ты переходишь дорогу в капюшон и наушники. Наглядные примеры гораздо лучше позволяют усвоить любой урок. Поэтому так увлеченно ребята смотрели видеоролик, посвященный зимней безопасности. Запомните, зимой темнеет рано, острота зрения снижается, а значит, может возникнуть опасность. В темноте легко ошибиться, определяя расстояние до идущего транспорта. Поэтому при переходе проезжей части увеличьте безопасное расстояние до автомобиля. Такие встречи в образовательных учреждениях проходят регулярно, не только в дни зимних каникул. И обратная связь, как правило, есть. Думаю, детки уяснили. Был диалог положительный. Дети понимают. Младшие отряды в возрасте от 7 до 10 лет. Многие знают правила дорожного движения. И поэтому мы надеемся, что дети их будут соблюдать и расскажут своим младшим братьям и сестрам. Также их призвали носить в темное время суток световозвращающие элементы. Это обязательно. И передвигаться, как пассажиры. Мы ездим всегда в специальных детских удерживающих устройствах. Было все очень интересно. И я знаю все. Но мне еще хорошо, что теперь знают это мои друзья. Сотрудники ГИБДД также пригласили на встречу своих коллег из отдела по делам несовершеннолетних и сотрудников МЧС. Никогда не лишний напомнить, например, что петарды взрывать можно только в специально отведенных местах. И что срывать уроки с помощью сообщения о бомбе в школе далеко не безобидная шутка. Периодически бывают такие действия, как заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Тоже ответственность наступает с 14 лет головной. Надо подвергать себя либо других людей опасности. В завершение мероприятия в юнормейце вдруг включилась тревожная сирена. Ребята спокойно оделись и вышли из зала через основной и запасной выходы. К счастью, учебная эвакуация потребовалась только для того, чтобы на улице всем вместе сделать общее фото. Ирина Микеда, Сергей Василевский, Щелковское телевидение. Продолжение следует...